В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Считанные дни остались до открытия Центра управления регионом. К работе все готово. Девиз этого центра – все знаем, быстро решаем, не допускаем. В поселке Володарского появилась новая детская площадка. Детские площадки – это вообще бы радость. Не только детям, даже взрослым. В муниципалитете все большее число жителей сдают нормы ГТО. Бег, папа, гиря, пресс и прыжок в длину – все нормально, на золото сдал. В начале декабря на территории Ленинского городского округа начнет работать новое учреждение – Центр управления регионом. Он откроется в недавно построенном здании на улице Школьной. Готовность к работе Центра проверил глава муниципалитета Валерий Венцель. Вместе с ним на инспекции были первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков, директор Центра Мои Документы Николай Бондаренко и депутат Валерий Черников. Экскурсию по пока еще будущему Центру управления регионом для высоких гостей провела куратор проекта – Наталья Зиберева. Наши экраны, в котором будет увидена тепловая карта, на которой мы сможем отслеживать все обращения, анализировать наши глаза, наши уши. Общая площадь всех помещений – более 300 квадратных метров. Трудиться в здании будут около 40 человек. Валерий Венцель осмотрел уже оборудованные рабочие места и зал для совещаний. Познакомился с некоторыми специалистами и высказал свои пожелания. Мне не хватает большого экрана, вот честно. Большой экран мне нужен. И это будет хорошо и удобно. Мне вот эти вот маленькие, ну может быть для чего-то я уже там, где-нибудь планшет притащу. А вот большой экран, он мне необходим. Центр управления регионом – часть масштабного проекта губернатора и правительства Московской области. Он создан для того, чтобы более оперативно реагировать на жалобы граждан. И значит делать их жизнь комфортнее. Девиз этого центра – все знаем, быстро решаем, не допускаем. Для нашего городского округа данный центр позволит решать проблемы быстро и эффективно. И он крайне необходим нам. Центр управления регионом – это аналитический центр, куда будет стекаться вся информация по городскому округу, консолидироваться и распределяться по направлениям. Специалисты будут работать под четырем основным блоком – ЖКХ, энергетика, дороги, образование и медицина. Настоящий подарок преподнесли юным жителям поселка Володарского. Здесь появилась новая детская площадка. Наша съемочная группа подтверждает – радости детворы не было предела. Мечта юных володарцев, ставшая реальностью, так смело можно сказать о новой детской площадке, появившейся у дома номер 25 по центральной улице. Для поздравить жителей с этим радостным событием приехал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Видя радость в глазах детей, видя улыбки на лицах родителей, я понимаю, что мы движемся в правильном направлении. Наша главная цель – чтобы в каждом дворе у нас были такие площадки, и чтобы они являлись местом притяжения для наших детей и для наших родителей. Яркая, построенная по самым последним технологиям, площадка появилась в рамках губернаторской программы «Наша Подмосковья». Причем возведение детского городка прошло в рекордно короткие сроки – всего за один месяц. Площадка относительно небольшая, она занимает 450 метров квадратных. Но при этом она настолько хорошо оснащена, что позволяет играть детям всех возрастов, от самых маленьких до, в принципе, уже подростков. На площадке есть все, что нужно для игр – качели и карусели, горки и лазалки. Ребята постарше смогут позаниматься физкультурой на тренажерах. А под ногами здесь безопасное резиновое покрытие, по которому так приятно бегать и прыгать. Люблю я площадку! Здесь очень классно, качели очень удобные. Вот. Очень такая большая, удобная, красивая. Впрочем, довольны не только дети. Восторги и родители. Я думаю, что да, все будут приходить сюда обязательно. Тем более, что мимо школы у многих по двое, по трое детей. Можно будет и приходить с младшими, за старшими и гулять. То есть очень удобное месторасположение. Детские площадки – это вообще радость. Не только детям, даже взрослым. Тренажеры, какие устанавливают для занятий спорта. Дай Бог, чтобы все это так продолжалось, как на сегодняшний день есть. Ну, как сказать, просто красота. Уже в следующем году в Ленинском городском округе благодаря губернаторской программе «Наша Подмосковья» и муниципальной программе формирования современной комфортной городской среды появятся еще две новых игровых площадки в деревне Мильково и в Развилке. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Минувшие выходные жители 6-го микрорайона провели под девизом «Чистая суббота». Более 40 человек вышли в березовую рощу, чтобы очистить территорию от мусора. Инициаторами субботника стали сразу два депутата Совета депутатов города Видное – Игорь Коршаков и Александр Басых. С просьбой помочь убрать лес, к ним обратились местные жители. Народные избранники привезли на площадке инвентарь, который предоставила администрация Ленинского городского округа. Всем желающим очистить рощу от мусора выдали все необходимое. Всю эту неделю я встречался с жителями, приглашал на сегодняшнее мероприятие. Да, сегодня люди пришли, сегодня они участвуют. Вот подходит с детьми, посмотрите, вот молодой человек пришел. Есть отзыв, есть обратная связь. Спасибо активным, неравнодушным жителям, которые поддержали, выдвинули и поддержали эту инициативу не только намеренными словами, но прямым действием. Площадки прошедшего субботника работали возле дома номер 2 по улице Ольховой и возле Завидной 1. Таким образом удалось охватить почти всю территорию Березовой рощи. Мусора собрали много, субботник длился не один час. Мусора в лесу очень много, потому что сейчас нашли покрышки от автомобилей, колеса. Вы знаете, давайте все-таки относиться к лесу с уважением, с любовью и любить свой город, свою природу. Большую помощь в уборке леса оказали сотрудники Дорсервиса и местной управляющей компании. Всем вместе удалось привести территорию в порядок. Теперь Березовая роща готова к зиме. Остается надеяться на сознательность людей, ведь, как гласит мудрость, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. На трассе «Юность» в Горках Ленинских, где традиционно проходят авто и мотогонки, планируется строительство клуба. Об этом и многом другом говорили на заседании Федерации технических и военно-прикладных видов спорта Московской области. Члены Федерации отчитались об итогах 2019 года и рассказали о планах на год грядущий. Детали у Юлии Погосьян. Ленинский городской округ славится своими достижениями в технических и военно-прикладных видах спорта. Один мотобол чего стоит. Большая часть игроков сборной России по мотоболу – выходцы видновского металлурга. Да и остальным спортсменам есть чем похвастаться. Многочисленные победы на соревнованиях по мотокроссу, автоспорту, стрельбе из оружия. Мне хотелось бы отметить хорошее выступление у наших пары планеристов. Два спортсмена и тренер из города Видны. Они заняли первое место в чемпионате России. Удачно выступили наши амимоделисты в этом году на чемпионате России. Тоже заняли третье место. Ну, как бы ведется в районе эта работа. В этом году ребята достигли хороших результатов. В 2019 году было проведено порядка семи гонок на выживание, столько же спирентов, заездов на личных автомобилях. На базе ДСАФ состоялось около 20 военно-патриотических мероприятий, в частности поисковые работы. Был открыт новый современный ТИР. На котором сейчас занимаются и обучаются все дети, и желающие получить навыки по стрельбе. ТИР соответствует всем требованиям. И большую лепту, конечно, Радченко Николаю Михайловичу в этом внес. Большую лепту Николай Радченко вносит в деятельность каждой организации, которая входит в Московскую областную федерацию технических и военно-прикладных видов спорта. Будучи председателем федерации, он помогает спортсменам развивать свои навыки и участвовать в соревнованиях. Сейчас есть трудности в плане обеспечения мероприятий и спортивной безопасностью, и медицинскими помощями. Для этого нужны деньги. Мы собираем свои средства для того, чтобы обеспечить безопасность на этих мероприятиях. Но часто помогает и из администрации Ленинского района. Сейчас ведутся работы по благоустройству трассы «Юность» в Горках Ленинских. Протягивается освещение по всей длине трассы, чтобы заезды можно было делать не только днем, но и в вечернее время. Ведь место пользуется большой популярностью у любителей технических видов спорта. Трасса у нас сертифицирована, то есть на ней могут проводиться официальные мероприятия, гонки. Соответственно, поучаствовать может каждый. Естественно, люди для того, чтобы участвовать, они тренируются. Собственно, здесь у нас каждые выходные проходят тренировки. Также на будущий год рядом с трассой запланировано строительство технического клуба, где спортсмены смогут тренироваться, подготавливаться к заездам, обслуживать свои авто и мотоциклы. Здесь же будет размещаться помещение федерации. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДН.ТВ. 16 ноября исполнилось 40 лет с того дня, как не стало Павла Федоровича Гаевского, человека, имя которого неразрывно связано с коксогазовым заводом и городом Видное. В день памяти нашего легендарного земляка у дома, где он жил, собрались члены его семьи, ветераны завода, которые хорошо знали и помнят Павла Федоровича, а также представители молодого поколения видновчан. Много теплых слов было сказано о первом директоре завода, о его добрых и важных делах на благо города, который сделал немало для видновчан и процветания видного. Отец делал то, что он сделал, не один. Рядом с ним были замечательные люди, которые упорно, я бы сказал, героически работали вместе с ним. Павла Гаевского помнят и видновские мотоболисты, ведь именно благодаря ему в нашем городе появился этот вид спорта. Президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев вспоминает, как Гаевский настраивал команду на победу. А после все участники митинга возложили красные гвоздики у мемориальной доски и сделали общую фотографию. Время невластно над человеческой памятью, особенно если это память о тех, кто ее достоин. Сдать нормативы ГТО сегодня может любой желающий. Больше всех в этом заинтересованы школьники старших классов, для которых успешные результаты тестирования превращаются в дополнительные баллы при поступлении. Как сдали нормативы ученики видновских школ, расскажет Арсений Рогозянский. В спортивном зале Видновского художественно-технического лицея ребята старательно разминались. Им предстояло пройти тестирование по комплексу ГТО, сдать которое, как говорится, с наскока не получится. Для получения золотого значка необходимо долго и усердно тренироваться. Если человек физически хорошо подготовлен, ходил на физкультуру, тренировался перед сдачей норм, он, безусловно, все сдаст. А физически неподготовленному человеку будет сложно все. Сегодня сдача нормативов в ГТО не только дает возможность проверить свои силы, но и прибавляет дополнительные баллы к итогам экзаменов. Важно отметить, что результаты тестирования актуальны только для текущего учебного года. Во-первых, хочется попробовать, то есть как бы вообще свои силы понять, что-то для себя усвоить, какой-то опыт. Нормативы сдавали 76 ребят из разных видновских школ, а самое большое представительство имело ВХТЛ. Старшеклассников ожидали 8 нормативов. Толкание гири, отжимания, пресс, прыжок в длину, челночный бег, наклоны со скамьи и подтягивания. Для получения значка ребятам необходимо было сдать 4 норматива из этого списка. Нормативы, в принципе, проходят нормально. То есть бег, гиря, пресс и прыжок в длину, все нормально, на золото сдал. Остается, получается, наклоны. Ну и вроде все. Среди старшеклассников в сдаче нормативов принял участие 12-летний Саша Стариков. Мотивация мальчика значительно отличалась от его старших товарищей по тестированию. Баллы для поступления ему пока не нужны. Он сосредоточился на спортивных итогах. Я пришел для того, чтобы проверить свои силы. И значок мне нужен для будущего. Может быть, куда-то его пристрою. Юлия Чижова 9 лет занимается танцами. Она уверенно сдала половину испытаний, однако с другой справиться будет труднее. Успешно преодолеть челночный бег и прыжки с места могли помешать старые травмы. Однако у девушки все получилось. По итогам всех тестов она заработала золотой значок. Также это, я думаю, физическая подготовка. Как бы интересно же посмотреть, что ты вообще можешь, в принципе. Поэтому тоже, мне кажется, люди приходят на ГТО, не только из-за баллов. Нормативы на золотой значок сдали 51 человек. Их ребята смогут получить, обратившись в центр тестирования ГТО или на торжественной линейке перед окончанием учебного года. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова